Сегодня, знаете, вот пастор Василий как раз начал говорить, очень интересно, о том, что там у кого-то есть призвание, кто-то может быть, чем-то может быть или кем-то, и это важно в действительности. Знаете, нам, как для верующих людей, в нашем движении вперед Господу, к основной нашей победе, это когда мы войдем в вечность, все понимают, что это основная победа, которая нам нужна. Нам нужны победы на каждом, знаете, как бы шагу. Каждый день мы с чем-то сталкиваемся, с чем-то встречаемся, и в действительности продолжать путешествие свое в Господе нам нужны победы. И вот сегодняшнее мое послание, оно как бы называется таким образом, для победы нужна вера, доверие, опыт и подготовка. Недостаточно называться в действительности, знаете, мессианским верующим, христианином, посещать общину для того, чтобы быть победителем. Мы знаем с вами, что Израиль также верил в Бога, Авраама, Исаака, Якова, да, но вот когда они столкнулись с одной очень серьезной проблемой, и давайте мы с вами откроем отрывок, который записан в Первом Царь, в 17 главе, и прочитаем с 4 стиха. И выступил из тана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он шести локтей и пяди. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую бронь, и вес брони его пять тысяч сиклей меди, медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как на вой у ткачей, а самое копье его шестьсот сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал, и полкам израильским говоря им, «Зачем вы вышли воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть пойдет ко мне, если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами, если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин, «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». Серьезно, это была достаточно большая проблема, потому что человек, о котором здесь говорится, этот филистимлянин, что он был ростом шести локтей и пяди, и разные источники говорят о его росте, это более двух метров, некоторые утверждают, что это даже могло быть 3,20 его рост, и согласитесь, что это в действительности очень большой человек, крупного размера, и когда люди на него смотрели, они ужасались, они приходили в страх и ужас, и не находилось того, кто бы мог выйти и сразиться с ним. Здесь говорится, что вес его брони примерно, знаете, 60 килограмм, и это серьезно. Знаете, я имею бронежилеты, когда еду в какие-то такие поездки, он весит килограмм 12-15, наверное, и когда я похожу с ним пару часов, у меня спина прямо, знаете, начинает ныть. Я представляю человека, который на себе носит броню в 60 килограмм. Это серьезно, скажу вам. Копье его в 600 циклей, написано «железо», и это примерно 7 килограмм. А некоторые утверждают, что только наконечник у него был 7 килограмм. Ну, я не знаю, как на самом деле, но даже если 7 килограмм, попробуйте его так носить его в руке. И что важно, здесь от одного этого сражения с ним зависит победа или поражение. Галяв, знаете, он уверен в своей победе и безнаказанности. Он смотрит на всех свысока, и не только потому, что он выше всех роста, но потому что он в действительности, он, как бы, знаете, он понимает, что равного ему здесь нету. Когда он смотрел на израильтян, которые, ну, наверное, максимум метр 60 ростом были в то время, то он просто был огромный гигант, и он понимал, что сравниться с ним в силе, в могуществе, в данном случае, навряд ли кто сможет. И он смотрит в действительности на всех и не видит себе равного. И в действительности, знаете, физическими глазами, как смотрел на него весь Израиль, это была непреодолимая проблема. И кроме страха, никто ничего больше не испытывал. Именно поэтому в 11 стихе говорится «И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались и ужаснулись». Именно поэтому в 16 стихе «И выступал филистимлянин тот утром и вечером и выставлял себя 40 дней». Именно поэтому в 24 стихе «И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». Именно поэтому в 33 стихе «И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Вы знаете, мы также здесь можем увидеть некую иронию и сарказм. Саул не только испугался и ужаснулся, но посмотрев на Давида, Саул сказал, что Давид не может сразиться с ним, так как он юноша. А знаете, Саула можно было вообще-то назвать тоже гигантом по сравнению со всеми израильтянами. Если вы помните, в 1 книге Царш, 9 главе, во 2 стихе, когда Израиль захотел царя и предложил ему, ну да, помните, Самуил предложил Саула, то написано, «Саул молодой и красивый, и не было никого израильтян, красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа». То есть, с Саулу все израильтяне были по плечу. И он реально над ними, когда стоял, он тоже мог выглядеть как гигант. Ну и даже в 10 главе, 23-24 стихе сказано, «И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал самому всему народу, «Видите, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал, «Да живет царь». Вы знаете, как выбрали царя? Посмотрели, что он выше всех на голову? О, значит, он будет царем. И в действительности, знаете, он такой выглядел, как гигант по сравнению с ними. Но, кроме того, к этому времени Саул вообще на самом деле уже был опытный воин. Он сражался, он воевал, он одерживал победы. Но он мыслит просто такой, знаете, в человеческой плоскости. Он смотрит в действительности на этого Голиафа, и он также испытывает страх, потому что сравнивает его физически с собой и понимает, что ему не держать победы в этом. А у Давида все было на самом деле для победы. У него была вера, у него было доверие, и у него был опыт. И давайте начнем с опыта. Вы знаете, есть такое понятие, как житейский опыт. Наверняка вы слышали, да? И его часто называют житейской мудростью. Вот книга Экклесиаз, 10 глава, 10 стих говорит, если притупится топор, и если лезвие его не будет оточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. И, конечно же, если вы когда-нибудь рубили дрова, то вы понимаете, да, что в действительности, когда тупой топор, сильно много не нарубишь. И вот мудрость, в чем она заключена? В том, что ты наточил острие, и ты уже можешь рубать дрова. Вы знаете, я помню, что когда я был молодым человеком, мне было 25, я начал свою, скажем так, миссионерскую деятельность. Помню, как посещал, знаете, еврейские дома. И часто встречался с людьми, которые были старше меня. и они так говорили, молодой человек, у меня три высших образования, я уже прожил большую жизнь, о чем вы мне говорите? И, знаете, ну, у меня такое было дезновение в то время, я так, знаете, читал Слово Божие, и я говорил, да, то, что вы знаете, это такое дело, вот то, что Библия говорит. И, знаете, человек, который говорил только что о трех высших образованиях, вдруг он начинал плевать через плечо и стучать себе по голове. И я говорю, и вот это, видите, ваш житейский опыт, который говорит, а Библия говорит, что доверяй Господу, да, и никто тебя, знаешь, не искривит, не погубит и так далее. И мне не надо стучать себе по голове, потому что моя голова не дерево, и не надо плевать в кого-то там, чтобы кто-то меня не сглазил. И в действительности, знаете, есть опыт, который мы можем приобрести во взаимоотношениях с Богом. И он чаще, самый правильный, не чаще, а всегда он самый правильный, знаете, этот опыт, который мы имеем в взаимоотношениях с Богом, когда мы возрастаем, мы делаем какие-то дела. И вот сегодня, как Василий говорил, да, допустим, вы хотите там проповедовать, проповедуйте, конечно же. Каким образом? Молитесь, читайте Слово Божие, готовьтесь, проповедуйте, да, и шаг за шагом вы будете иметь опыт Господи для того, чтобы проповедовать лучше и лучше, и Господь будет давать вам помазание и все остальное. Все приходит с опытом. Так говорит Писание, да, что нам нужен опыт в этих взаимоотношениях с Богом, и мы будем в действительности, ну, возрастать, побеждать, одерживать различные победы. И вот Давид говорит об опыте, который основан на отношениях веры и доверия к Богу. Это 17 глава, 34-36 стих. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умершлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистемлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И так мы видим, знаете, у Давида, оказывается, тоже был опыт в сражении. Он до этого момента не участвовал в военных действиях, он не был солдатом, он ни с кем не сражался и так далее. И поэтому на него смотрели так странно. Он был пастух, он пас овец. Но он говорит, что у него был опыт. Давид говорит, что у него был опыт в сражении со львом и с медведем. И что в этих схватках он всегда выходил победителем. Вы знаете, не каждый солдат мог похвастаться. Что у него был такой опыт, что он мог победить медведя и льва. И я думаю, это достаточно серьезный на самом деле опыт. И серьезный аргумент, потому что в действительности схватки со львом и медведем это не схватка с человеком. Саул не мог похвастаться, что он побеждал льва и медведя. Но все же, мы помним, Саул был опытным воином и перед Голиафом, не сражаясь, Саул проиграл. Давид верит, что победит необрезанного филистимлянина за поношение воинства Бога живого. Кроме опыта сражения, он имел и другой опыт. И это опыт веры и доверия. В 37 стихе он говорит, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобой». Вы знаете, очень интересно, мы могли бы, одержав победу над медведем или львом, Давид мог бы заявить, вот я какой мощный мужик. Я завалил медведя, я разорвал пасть льву, я такой крутой и так далее, и тому подобное. Но знаете, что удивительно? Он знал, что победу он одержал не потому, что он был крут. Он знал, что он одержал победу потому, что с ним был Господь. Он знал, что он одержал победу по той причине, потому что Бог ему помог. И поэтому он не заявляет о том, что он крут. Он говорит о том, что Господь крут, который избавляет меня от льва и медведя. И этот Господь, он избавит меня от руки этого филистимлянина. Вера, вера, которую имел Давид. Вера в Бога Авраама, Исаакова и Якова, знаете. Мы сейчас в Писании читаем, да, во что веришь, что и получаешь. И в действительности, знаете, я помню, как Иисус сказал, что имейте веру Божью. Потому что верить можно в разные вещи. И эти вещи, они могут, знаете, действовать в вашей жизни, потому что вы верите в это. Я помню, как, знаете, одна женщина, она сказала, мне цыганка там нагадала, что я там через 10 лет повешусь. И всю свою жизнь она шла с одной этой мыслью, что через 10 лет она должна повеситься. Она верила в то, что через 10 лет она повесится. И знаете, она уже приближалась к тому, чтобы повеситься. Но потом ей открылся Господь. И она поняла, что это просто проклятие. И она по сегодняшний день живет, славит Бога. И она не повесилась. Но если бы не пришел Господь, если бы она не покаялась, не перемирилась бы с Ним, она бы закончила свою жизнь в петле. Потому что она в это верила. А Иисус говорит, имейте веру Божью. И Давид, как человек веры, который в действительности верил в Бога Авраама Исаака Якова. В 26 стихе он говорит людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Вы знаете, может быть, он выглядел смешно в глазах других людей. Пришел такой вот пацан, стоят воины, он не воевал еще ни разу, ничего там. И вот он рассказывает о том, что, как бы спрашивает, что сделаю, какая награда будет. Здесь люди не знают, боятся, их трясет от того, что вообще, что будет дальше, жизнь или смерть и так далее. А тут пришел какой-то пацан и вообще еще награды какой-то хочет. Еще ничего не сделал, но уже что-то хочет. Но знаете, что важно? Он подчеркивает, необрезанный. Идея заключена в том, что он показывает, что у этого человека не было завета с Богом. Этот человек, он живет без Бога. Этот человек, он надеется там, знаете, на свои силы. Он видит своими глазами, что он такой могущий воин. И он, знаете, смеется, смеется над Богом Авраама Исаака Иакова. Именно по этой причине Давид, он утверждает, что он имеет веру в Бога. Поэтому не может быть, чтобы этот человек, который не верит Бога и хочет посрамить Бога, Авраама Исаака Иакова, что он в итоге останется сам, посрамлений и будет побит. Что еще можем здесь увидеть? Вера Давида, она заключена в том еще, что он верит, что это война Господа. И именно победа будет от него, от Бога всемогущего. 45-47 стих. Мы видим, что Давид, он отказался воспользоваться доспехами и мечом Саула, которые ему предлагались. И как бы предвосхищая 47 стих, он говорит, не мечом и копьем спасет Господь, ибо это война Господа. В действительности Давид выходит против Голиафа, и он выходит во имя Господа Саваофа, так как оружие Божие, как человек, обличенный всем тем могуществом, которое стоит за именем Господа Саваофа. Вы знаете, Яхва Цебоот, Господь вождь воинств, или Господь владыка воинств. Еще раз Давид подчеркивает эту важную идею. Он видит в этом во всем, что это война Господа. Мы с вами видим, что меча не было в руках Давида. И эти слова, они как бы подводят поединку этому итогу между Голиафом, превосходящим Давида физической силой, вооружением, и Давидом, будущим царем Израиля, который, имея на своей стороне Бога, победил, даже не взяв меча. И, конечно же, для того, чтобы одержать любую победу, нам нужна подготовка. Книга притчей 21 глава говорит, коня приготовляют для битвы, но победа от Господа. Знаете, помню, как-то говорил с одним человеком, говорил о том, что вот ты идешь, кому-то там проповедовать, с кем-то делиться Словом Божиим. Всегда лучше подготовиться, почитать Слово Божие, сделать себе какие-то заметочки, может быть, набросать какой-то даже план там, подумать, как ты молиться будешь. Это очень полезно вообще для того, чтобы идти и проповедовать, в действительности, чтобы одержать и в этом вопросе победу. Он мне так, знаете, пренебрежительно, зачем готовиться? Вот я читал в Писании, что написано, когда предстанешь, и тебе Господь Духом Святым наполнит, и ты там дашь ответ и все остальное. Я говорю, подожди. Ну, это написано вообще как к людям, которые окажутся в тюрьме, и предстанут там присудиями какими-то, чтобы Бог Духом Святым наполнит их. Писание учит нас, что каждый должен готовиться к своему сражению. Каждый должен готовиться для того, чтобы одержать победу. Да, в действительности Бог может исправить твою мысль, Бог может направить тебя куда-то, но Он ожидает, чтобы ты приготовился. В то же самое время, знаете, мне здесь очень понравилось, что Давид не бросил свои дела, когда он пошел сражаться с филистимлянином, он не бросил свои дела, он нашел себе замену. 20 стих говорит, «И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иесей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовились к разжению». Вы знаете, Давид был пастух, и он пришел, мы видим, даже со своим стадом, то есть отец его послал, чтобы он принес еду братьям своим, которые воевали. И вот он не просто пошел, знаете, праздно нести еду, он все-таки продолжал дальше выполнять свои обязанности пастуха, он заботился о стаде. Но вот когда он пришел, и надо было ему идти исполнить другое поручение, идти сражаться с филистимлянином, он не бросил стадо. Он не решил, что у него есть более важные дела, поэтому ему надо бросить стадо, и, ну, паститесь, там, кормитесь, и как-нибудь, как у вас там будет. Вы знаете, все знаем, да, что Рэбби Валентин вынужден был с Татьяной уехать, вот, экстренная такая, ну, мы все соболезнуем, конечно, этим событиям, и все. Но, знаете, Рэбби Валентин, как Давид, он позвонил мне, говорит, ты можешь прийти заменить меня в этот день? Говорю, конечно. Старейшина Сергея позвонил, спросил, вы сегодня будете? А то всякое бывает, говорит. То есть тоже позаботился, понимаете, да, чтобы так не оказалось, что стадо где будет, и что с ним будет, и так далее. Знаете, брат Артур мне написал там, вы там проповедь приготовили, скиньте мне слова ваши, какие там нужно будет высвечивать. И это все разумно, это все правильно. Это то, как поступил Давид, и как учит нас Слово Божие. Вы знаете, мы иногда относимся вот к такому субботнему служению, как бы, ну, как очередное служение. Но каждое служение, на которое мы сюда пришли, вы знаете, проведя служение, мы оказываемся все в разделе победителей. Потому что очередное служение, это не просто служение. Это для каждого из нас победа. Это удар по дьяволу. Это решение каких-то вопросов. Это исцеление для кого-то. Это получение нового откровения. Это продолжение движения, сила, которая приходит в этих наших взаимоотношениях, которые мы когда поклоняемся. Поэтому это важно. Важно, что ты не остался лежать дома на диване, но пришел сюда. Важно, что ты решил, что здесь более важное сегодня событие, чем те какие-то дела, которые я могу сделать там. Потому что это действительность и, знаете, совместная общая победа в очередной раз над дьяволом. Кто-то получил спасение, кто-то получил свободу, кто-то вздохнул с облегчением, кто-то просто утешился или наполнился радостью. И это все маленькие победы, которые ведут нас всех к одной большой победе. Давид, знаете, он нашел сторожа. И провизию, которую он принес для своих братьев, он тоже, знаете, 22 стих говорит, «Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды и, притя, спросил братьев о здоровье». То есть мы видим, что он в действительности заботился о всем. Он не бросал просто. Сегодня, к сожалению, мы столкнулись, что много было людей, которые все бросили. По разным причинам. «О, я получил откровение где-то служить», и он не нашел себе преемника, просто убежал куда-то. И где-то он там вроде служит, потому что это больше какая-то достопримечательность. Да нет, у Бога должно быть все устроено. Если тебя Бог чему-то призывает, то Он не говорит о том, что тебе надо сейчас здесь все бросить и бежать куда-то. Ты должен найти преемника, ты должен поставить кого-то, кто будет сторожем, иди потом делай что-то другое. И это правильно. Вы знаете, это библейски правильно. Да даже и в мирском понимании это правильно. Поэтому нужно делать то, что правильно, особенно в глазах Божьих. Здесь мы еще видим, что Давид, знаете, он заявил о своих, ну, как бы, планах вслух. до 32 стихе сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И, знаете, если вы не верите, что вас могут сглазить, то стоит о своих намерениях заявлять заранее. Потому что, если ты в действительности получил какое-то особенное откровение от Бога, пойти что-то сделать, то нужно об этом сказать. Да, вот вы знаете, я помню, правда, я так сказал как-то, я получил откровение от Бога открыть еврейскую церковь. А вот, и пришел, знаете, и сказал братьям, ну, в той церкви, в которой я был, вот, и говорю, братья, я получил откровение открыть еврейскую церковь. И вначале братья такие, вау, аллилуйя. А через две недели меня на последнюю скамейку посадили. И за кафедру больше не было. выпускали. А вот. И, знаете, да, и я провозгласил, и потом еще прошло несколько лет того, что я говорил, Бог меня призвал для того, чтобы открыть еврейскую церковь. И мне приходилось ей смиряться и так далее, но я продолжал. И я помню, что в действительности этот день наступил, потому что, если мы не заявляем, если мы потом не движемся в этом, то, знаете, нам проще тогда сдаться. Нам проще тогда, знаете, ну, я хотел, вот я помню, вот сколько раз я разговаривал, знаете, с еврейскими, такими умными людьми, получившие хорошее образование, там, и мы что-то разговаривали, и человек рассказывает, говорит, вы знаете, у меня такие мысли были, у меня такие открытия были, и я хотел то, и я хотел это. А вот этот вот мой там какой-то соученик, вот, он такой тупарь был. Ну, вы знаете, он в итоге вот сделал то-то и то-то, а я вот по-прежнему только хочу. Потому что, знаете, нужно говорить, во-первых, а потом двигаться к этому. И мы видим, что Давид заявлял об этом. С одной стороны, даже для того, может быть, знаете, чтобы у него уже не было дороги назад. Чтобы потом, в конце концов, не прийти перед филистимлянином и подумать, может, я погорячился, я пойду домой, наверное, пасти овец. Но он продолжал, и он продолжал двигаться вперед. В то же самое время, говоря о подготовке, мы видим, что и Давид подготовился к сражению. В 40 стихе говорится, что он взял посох, свою руку свою и выбрал себе пять гладких камней из ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и сумку из пращи в руке своей выступил против филистимлянина. Это такой интересный момент. Знаете, я разные слышал случаи. Зачем Давид взял пять камней? Мы же знаем, что он, голяв это, убил одним с первого раза. Зачем он взял пять камней? И разные истории я слышал. И кто-то говорил, что оказывается, у этого филистимлянина было еще четыре брата, поэтому Давид взял пять камней. Но знаете, я думаю, что все было гораздо просто. Он просто приготовился. Приготовился, потому что нужно было приготовиться. Знаете, он не надеялся на себя. Он как человек, он мог промахнуться. И может быть, ему потребовалось бы еще один камень. И он их взял пять. Он выбрал хороших. Пять камней. Гладеньких написано, да. Чтобы нехорошо, знаете, так это летели, пролетали, попадали. И в действительности каждому делу надо быть приготовленным. Каждому делу. И помню, когда только уверовал, знаете, у меня такое было сильное желание, что я хочу быть пастором. Я верю, что это от Бога было. Кто-то говорил, что это просто амбиции, но я верю, что это от Бога было. Знаете, если у вас правильные амбиции, Библия говорит, что это тоже хорошо. Потому что написано, кто желает епископства, доброго дела желает. Вот. И вот, знаете, с того момента, как я уверовал и как меня рукоположили на пастора, прошло 12 лет. А потом еще 3 года прошло, прежде чем я стал пастором. Поэтому всему есть время. И к этому надо готовиться. И надо двигаться. И если вы хотите кем-то стать, особенно в служении Богу, знаете, то, знаете, если приходит у вас это побуждение, то это не просто какие-то негативные амбиции. Это говорит о том, что вам просто нужно встать и начать в действительности двигаться в этом направлении. Я помню, сколько раз я приезжал, когда служил миссионером, и знаете, много раз слышал различные пророчества в свой адрес и так далее. И когда первый раз даже начинал еврейскую церковь, я понимал, что еще не время быть не пастором, поэтому стал пастором другой. Но я знал, что Бог меня к этому призвал. Я просто терпеливо шел и делал все, что нужно было. изо дня в день, проходя подготовку, учась тому, учась этому, готовясь к этому, как разговаривать с людьми, как проповедовать, как свидетельствовать, как то, как все, как... И в конце концов, даже ставший пастором, мне еще нужно было три года, как я сказал, для того, чтобы стать в действительности пастором. В конце концов, знаете, пройдя все эти этапы, мы подойдем наконец-то к победе. Конечно, нам стоит поговорить о самой важной, большой победе, как я сказал, это войти в вечность. Потому что претерпевший до конца спасется, оказавшийся победителем, займет место у его престола. И нам есть на кого смотреть и на кого равняться. Ишуа есть победитель. И все мы, последовавшие за ним, он ожидает, что мы также станем победителями. И мы вернемся к Давиду. 48-51 стих. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб. Так что камень возился в лоб его, и он упал лицем на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращу и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал, и наступив на филистимлянина, взял меч его, и вынул его из ножен, ударил его, и отсек ему голову. Филистимляни, увидев, что силач их умер, побежали. Часто, знаете, когда я проводил какие-то проекты, различные, большие, евангельсионные проекты, я помню, иногда годами надо было готовиться. Год уходил на подготовку какого-то события, ну, может, больше, меньше, в зависимости, какое это было мероприятие. И когда приходил этот день, и все событие могло происходить всего лишь один день. Знаете, год подготовки, молитв, размышлений, встреч, каких-то планов, каких-то дел и так далее. Ну, как сегодня Василий сказал, суп надо готовить четыре часа. А за сколько его съедают? В действительности, знаете, ну, то есть, годы подготовки, да, и потом раз, один день, одержанная победа. И порой иногда, знаете, прошел этот день, победа одержалась, и ты идешь уже такой уставший, и, может быть, даже и не радуешься, как бы просто удовлетворен, что все состоялось, все получилось, и все, как бы, знаете, было. И в действительности, сколько дней Давид ходил и расспрашивал, и что ему будет за это, и рассказывал всем, что он это сделает, и так далее, да. И тут пришел, один раз кинул камень, эта громила упала, все это войско убежало, я не знаю, Давид ли понял вообще, что произошло на самом деле, но победа была, одержана. И знаете, конечно же, после каждой победы есть награда. И это приятно, когда есть награда. Согласны или нет? Апостол Павел говорит, да, бегу, не для того, чтобы просто бегать, хочу награду в конце. Бью не для того, чтобы просто воздух гонять перед носом, хочу награду. И это нормально, вы понимаете, нормально в результате победы, в действительности получить награду. Мне очень нравятся слова из, я их Артуру не дал, поэтому будет без здесь этого. Слова, которые Бог говорит в книге Откровений. Это 2 глава, 7 стих. Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дать вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего. И там много раз еще разные вещи, но я прочитаю последнее. 21 глава, 7 стих. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вы знаете, у Бога для побеждающего, откройте книгу Откровений, прочитайте, замечательные слова. Есть много награды для побеждающего. Что он хочет, чтобы мы победили? Он хочет, чтобы в каждом ежедневном своем хождении мы побеждали грех, мы побеждали различные искушения, чтобы в итоге, выходя победителями, мы, знаете, становились сильнее в духе и силе. Чтобы в этом приобретенном опыте взаимоотношении с Богом мы становились более уверены, более сильны с пониманием того, что действительности уповающий на Господа не останется в посрамлении. Уповающий на Господа будет побеждать. Уповающий на Господа будет победителем. Поэтому, дорогие мои, сегодня не обращаясь к каждому из вас, я призываю вас быть подобными Ишу, быть победителями. А для этого нам нужен опыт взаимоотношений с ним, для этого нам, конечно, нужна вера в то, что Бог в силе все осуществит через нас и в нас. Для этого нам нужен этот опыт, нам нужна надежда, и мы должны двигаться вперед, не унывая, даже если мы где-то проигрываем. порой, иногда, даже проигрывая, но оставаясь верным в Боге, ты становишься сильнее и приближаешься к основной победе. Аминь. Давайте помолимся. Бог Авраама Исаака Якова, Великий Всемогущий, мы прославляем Твое Святое Имя и мы благодарны Тебе, Господь, за это слово, которое Ты, Господи, оставил нам о Давиде, об этой замечательной истории, которая, Господи, в действительности сегодня может нас научить многому. Вере, победе, подготовке, мой Бог, надежде, тому опыту, который мы можем приобрести в этих взаимоотношениях, мой Бог. И я молю Тебя, Господь, чтобы Ты благословил каждого из нас и чтобы мы на самом деле могли возрастать в этом всем, чтобы оказаться побеждающими, чтобы оказаться победителями и чтобы, Господи, войти в вечность Твоего присутствия, имея ту награду, которую Ты приготовил для каждого из нас. И мы благодарим Тебя, Иславим, во имя Ишуа. Аминь. 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 Продолжение следует...